Здравствуйте! Это студия Баланс ТВ, меня зовут Андрей Сидло. Сегодня мы бы хотели поговорить на тему, которая может быть не так часто встречается на нашем канале. Но, тем не менее, уделить ей время мы обязаны. Это тема, условно говоря, бизнес. И для того, чтобы осветить ее, мы пригласили луч света в нашем царстве, Рами Блекто. Бизнес-тренера, достаточно известного, успешного бизнес-тренера, который ведет тренинги по всему миру, наверное. Это так правильно будет сказать, да? Ну и, собственно, здравствуйте. Здравствуйте. С чего хотелось бы начать. Что такое бизнес вообще? Как это понимать? Например, семья – это бизнес? Вопрос, как мы к этому относимся. Бизнес – это обычно какая-то сделка, где человек… Ну, кто-то получает прибыль, так если грубо. И есть разные уровни отношений. Мы можем к семье подходить как к бизнесу. Опять же, в этом материальном мире все в трех энергиях – невежестве, страсти и благости. Есть человек, который в невежестве и страсти, он из всего пытается сделать бизнес, все извлечь, все получить. В благости там другое немножко. Там отношения, это признано в том числе ведущими бизнес-гуру, такими как Кови, Стивен Кови и так далее. Что самые лучшие отношения, в том числе и в бизнесе – это win-win, когда мы выиграем. То есть я выиграю, ты выиграешь или мы не вступаем во взаимоотношения вообще. То есть получается, что бизнес – это некий процесс, в котором кто-то получает дивиденды, прибыль. И желательно, чтобы прибыль получили обе стороны и в равных пропорциях или это не важно? Нет, но в равных у вас, наверное, еще коммунистическое прошлое. Равных тяжело быть, потому что мы все разные люди, разные вклады. Если вы вложили столько, то у вас одна отдача, другой столько, то другой отдача. И это не только деньги, это может быть отношения, это может быть активы, там много… Мы сегодня только про деньги, извините, конечно, но тем не менее. Что такое успешный бизнес? Успешный, согласно восточной психологии. А сейчас к этому приходят и западные, тоже ведущие психологи бизнеса. Это когда человек развивается гармонично благодаря своему бизнесу. Он не просто делает деньги, материально обеспечивает себя, свою семью. Он растет личностно, физически, ментально, социально и самое главное – духовно. Как, продавая сантехнику, расти духовно? Кстати, я в прошлом году проводил такой ретрит, скажем так, в Венгрии. И у меня был один ведущий продавец сантехники из Санкт-Петербурга. И мы так… Ну, это был немножко повод для юмора, я помню. Но он очень быстро прогрессирует и развивается. Понимаете, неважно, что вы продаете, по большому счету. Хотя и это важно, все в мире важно. Но важно отношение в первую очередь, как вы относитесь и так далее. Если вы гармонично развиваетесь, ну, ту же сантехнику вы продаете. Если вы относитесь к этому как к сужению другим, понимаете, чтобы дать лучший продукт, лучшего качества, чтобы это людям помогло стать более здоровыми, счастливыми, успешными, то почему сантехника так же может… Ну, знаете, в наших реалиях чаще всего получается так, что ты либо… Ну, не то, чтобы прямо вот либо-либо, да? А очень часто получается, что ты вынужден продавать что-то в ущерб другим, но в некий плюс себе. Да, это зависит от уровня развития личности. Потому что люди, по большому счету… Вот вы очень важный вопрос затронули. Недавно я проводил бизнес-тренинг в Москве для успешных людей, закрытый веб-тренинг, и мы разбирали такую вещь. Прежде всего, для того, чтобы быть успешным в этом материальном мире, для этого нужно уметь ставить цели и их достигать. И успешные бизнесмены – это, как правило, те, кто ставит цели и достигает, может отказываться от неудачных, от ненужного ради что-то нужное. Но для того, чтобы правильно ставить цели, это Кови первый докопал, что нужно иметь правильное мировоззрение, ну, и западных бизнес-тренеров. Кови, ну, восточной психологии это было тысячелетия назад, что у человека должно быть развито правильно мировоззрение и его ценности. Если у человека депрессия, значит, у него нет цели. Если у человека нет цели или они неправильно построены, значит, проблема с мировоззрением. Но для того, чтобы даже иметь мировоззрение, мы еще зависим от таких качеств, как энергия, или, правильно говоря, восточным языком, или жизненная сила, или, в общем, энергия, харизма, ресурсное состояние и так далее. Это тоже очень важно. Это тоже зависит от многих составляющих. И одно из главнейших вещей, то, что говорит, например, восточная психология, это карма. Потому что мы все рождаемся разные. Вы родились в одной стране или там городе, в другой год у вас другие родители, у меня другие, у наших замечательных режиссеров третий и так далее. И у каждого из нас своя природа еще человека. И мы должны знать ее и правильно использовать. Также у нас своя карма. Кто-то рождается уже в ресурсном состоянии с детства. Он такой активный, у него богатые родители, вроде все дается. Кто-то рождается в семье более бедной, больной, хромой. Или там различные тысячи сочетаний, может быть. То есть у нас изначально мы с детства, это обусловлено нашими предыдущими рождением. Мы приходим в этот мир уже в другом состоянии. Но если вернуться в ваш вопрос, потому что бизнес сейчас понимается, это кому-то что-то втюхнуть. Это неправильное понимание. Это уровень примитивных людей. Одно из главных пониманий ценностей, самый главный шаг, мы правильно живем, будем ли мы гармонично развиваться, нужно понять, что мы душа, мы не это тело. И наше, ну не тело, не ум, не эго. Потому что если мы на материальной концепции, то в этом мире мы и так мало живем, надо быстрее урвать. Но если вы с духовной концепцией, что всем всего в этом мире хватит, что я пришел учиться быть гармоничным, учиться безусловной любви, учиться служить другим, то когда вы приходите в бизнес, вы уже не пойдете продавать наркотики, там водку, пиво, сигареты и так далее. Вы понимаете, это травит других. И может быть даже вам будет вначале тяжело, вы пойдете, ну там сантехнику продавать, я не знаю, или там яблоки и так далее. Это может быть дешево вначале. Но тут момент такой, что вы это делаете сердцем от души. И вам приходят деньги, сколько даже больше, чем положено по судьбе, по карме. И вы становитесь счастливым от этого. А люди, которые могут, они идут на вредное что-то или втиснуть кому-то что-то, там наступают проблемы, потому что рано или поздно психика рушится, человек несчастный, и у него судьба ухудшается, у его детей рот может закрыться и так далее. Поэтому очень важно знать законы природы, для того, чтобы делать в том числе бизнес. Одна из основ бизнеса – это продать. Начинать продать себя правильно, продать свой товар, свои, может, таланты и так далее. Но для этого мы должны понимать, что мы хотим благо другим принести. Надо любить то, что мы, скажем так, продаем, и ценить. Хорошо, если человек нацелен на то, чтобы у него есть конкретное понимание того, к чему он хочет прийти, и вроде бы как весь процесс завязан на то, что он должен приносить людям пользу, а результата нет. То есть он не приходит к этому результату. Что тогда? Во-первых, может быть неправильно построена система. У каждого свой путь, потому что я работаю индивидуально, есть тысячи, как сказать, причин для неуспеха. Иногда, как правило, он может не туда пошел, может пошел туда, но не так. Понимаете, может просто надо подождать, может там это, есть тысячи вариантов, знаете, результат. Но очень важно для успешного бизнесмена, вот особенно новой такой эпохи, которая наступает, это быть непривязанным к своему результату. И успех не только по деньгам, ну, выстраивать, очень важно любить то, чем ты занимаешься. Я читал это совсем недавно одного из ведущих бизнес-тренеров мира. Так он говорит, что даже исследования там проводили, что люди, которые занимаются любимым делом, они в пять раз больше достигают и быстрее, чем те, кто свое дело не любит, кто ходит на работу, на бизнес, фу, надо деньги заработать. Вот знаете, я очень большим трудом поверю, что есть человек, у которого призвание продавать ту же самую сантехнику. Вот не верю я, но тем не менее люди занимаются этим. И к чему это высказывание? Говорят о том, что надо заниматься тем, к чему у тебя там есть предрасположенность какая-то, в чем твое призвание, вот надо найти его и этим заниматься. Но нет, вот человек продает ту же самую сантехнику, вряд ли у него призвание такое. Почему? Но опять же, с одной стороны, почему? К этому мы вернемся. С одной стороны, я с вами согласен, мы живем действительно в искусственной цивилизации, где половина потребностей, они просто выдуманы. И в принципе, что такое маркетинг на западной сейчас цивилизации, это что нужно, ну, всучить то, что человеку не нужно. Нужно создать потребность какую-то. Вы живете счастливо, и вдруг вам, вы смотрите какую-то рекламу, господи, а как я живу без этого там, не знаю, одеколона, или без этой машины, или как я вообще. И это создается, это двигатель сейчас западной цивилизации, потому что надо больше потребностей, больше, и не задумывается особо об экологии, ничего, больше, больше, больше. И поэтому вы правильно говорите, что у большинства людей это вообще не их признание, там, ту же сантехнику продавать. Но если вернемся к нашему продавцу, который я вам рассказывал, он очень любит свое дело. У него, наверное, уши горят сейчас. Я не знаю, может быть. Но так или иначе, он очень любит свое дело, и он прям, он знает вот эти все там, краники, как они работают, как их надо установить. И он людям даже, он нам рассказывал, он делает им подарки, какие-то скидки, поживым людям, и он вкладывает душу туда. И у него бизнес за там год-два вырос нескоро. Вот сам вопрос-то, о чем он был? То есть надо ли сначала находить свое призвание, и потом стараться его как-то развивать, или можно своим призванием сделать практически все, что угодно? Ну, вляпался, ты и занимаешься, я не знаю, переработкой мусора, ну, в общем и целом, может быть такая приятная и правильная цель, да, но представить, что ты там будешь человеку, который там в школе учится, ему говорят, вот ты знаешь, твое призвание мусор перерабатывать, ну, я думаю, что вряд ли он обрадуется. Почему? У каждого свое предназначение, просто нашему эгу требуются большие какие-то воплощения. Но давайте разберем технически. Иногда мы вынуждены работать не где наше призвание, не где мы хотим, ну, просто нет денег. Вот, например, у человека больной ребенок, я прошел опыт, у меня болел ребенок, я эмигрировал в другую страну, мне ничего было кушать. Я просто пошел туда, где мне взяли, ну, учительным там психологии, еще что-то, я, может, ну, не хотел там еще где-то, там подрабатывал где-то и так далее. Мне надо было, ну, содержать больного ребенка. И это не было мое призвание, ну, это была потребность, нужда, не всегда, ну, может быть, это и было мое, скажем так, но философски, это, ну, мы иногда вынуждены работать или делать то, что мы не любим, или иногда мыть посуду. Жена может сказать, что, что, моя предназначенная, такая, у меня я бигуди хочу делать, на работу пойти, а я тут посуду мое. Но очень важный момент успешных людей, если мы хотим успешным быть в жизни, нужно то, что мы делаем сейчас, здесь и сейчас, делать максимально осознанно, с любовью и любить это дело. Мы проходим этот урок, нам дается следующая, как бы, более высокая ступенька. Понимаете, как артист в театре, вначале он приходит, молодой артист, ему там, ну, на массовке пробежаться, потом он хорошо пробежал, уже повыше. И также мы в нашей жизни, если мы проходим уроки успешно, то нам более высокие даются, в том числе и роли. Поэтому одно из главных правил сейчас, не надо думать, призвание, какое наше призвание? Вот наше призвание, мое призвание сейчас с вами разговаривать, уважая вас, максимально принося благо вам, нашим телезрителям и так далее. Потом у меня будет призвание дойти до машины. Вы понимаете, эгоизму нашему, ему всегда надо что-то великое сделать, что-то большое такое, что-то памятник стоял потом, чтобы еще все знали, понимаете, и так далее. Но это одно из потребностей эго, которое, ну, ложно, и оно ведет нас никуда. Вот это престиж, слава и так далее. Но если мы находимся в осознанном состоянии, мы делаем с любовью. А почему? Я много мыл в монастырях, был в армии, потом там улицы, просто грязные улицы, я пошел под мел, чтобы людям было приятно. Я не знаю, мое призвание или нет. Вопрос, как вы к этому относитесь, понимаете? Хорошо. Давайте сейчас немножечко в бизнес-технологии углубимся. Каждому бизнесмену на том или ином этапе приходится вести переговоры. И в переговорах каждый хочет победить. Правильно ли это с точки зрения духовно развитого человека? Вы знаете, я только что был у Тони Робинсона на его бизнес-тренинге там 8 тысяч человек, ну такое, как я назвал, американское бизнес-психошоу за огромные деньги. Но дело не в этом. И там надо было кричать, как бы, я тебя сделаю, я тебя пойми, ну на английском. Я вначале не понял даже этот сленг, потому что, ну, я никогда даже на английском это не слышу, там какой-то специальный сленг, I own you как-то. И мне женщина встала, я тебя сделаю, я на нее смотрю. Ну ладно, говорю, ну хорошо, говорю. Ой, и она прямо мягкая, раз меня обняла, говорит, ой, а как это? Тут дело в том, что, если мы живем гармонично, если мы правильно понимаем законы природы, то есть, вот помните, мы начали разговор с того, что есть люди, они, как мы выстраиваем свои ценности. Если мы выстраиваем, что мы кусок, там, тела, ума, эго, и нам надо как можно больше урвать, а то в этом мире существует нехватка, другие урвут, это мир страданий, там надо рвать, идти по головам. Но если вы живете на духовной позиции, а сейчас по-другому вы увидите, в ближайшие годы практически нельзя будет выжить. Если вы не живете правильно, что я душа, что мое дело, да, это бизнес, это какое-то мое сужение, я хочу, и я, чтобы выиграл, и мой партнер. Вот мы приходим, а чем я тебе буду полезен? Хорошо, этот бизнес тебе, этот мне. Потому что, вот даже Стивен Кови пришел, он очень хорошо, это самый продаваемый сейчас, ну, автор бизнес-литературы, вот «Семь привычек успешного менеджмента», это основа вообще любого, даже просто гармоничного человека. Так там, если вы хотите быть долгое время успешным в бизнесе, вы должны его даже, если вы сделали сделку, но вы видите, вы знаете, что партнер за этого проиграет, вы говорите, нет, я отказываюсь, потому что ты проиграешь. И вы только подписываете договор, когда и ты выиграешь, и я, либо мы не выступаем в взаимоотношения вообще. И тут очень интересный момент, вы можете сказать, да это невозможно, невозможно. Я знаю очень много мультимиллионеров, я вел их как коучер, как личный консультант, консультировал, которые живут этим десятилетия, и они мультимиллионеры. Они только так, они даже приезжают кому-то там, именно с открытым сердцем дарят, видят человека бан, то они просто отходят, но они смотрят, будет ли тебе выгодно. И когда мы живем так, а в природе так все устроено, что все друг другу служат, и когда мы приходим с такой позиции к бизнесу, вдруг все начинает устраиваться как-то, понимаете, и вам хватает. Потому что если у вас карма хорошая и дорогая, если вам свыше помогают, вы можете просто случайно услышать, там это, позвонить и сделать сделку, а можете обманывать десятерых человек, миллион, а потом раз в один день банк разорится, или еще что-то. Потому что законы кармы нельзя обмануть, природу нельзя обмануть. Говорится, что все, что человек заработал нечестным трудом, у него в течение 10 лет, как правило, даже исчезнет из его жизни, понимаете, тем более, ну, по крайней мере, в следующей жизни точно не возьмет. Очень часто, бизнесмены говорят о том, что у меня хорошо развитая интуиция, да, а другие говорят, да я вот не понимаю, что такое. И много тренингов идет о том, каким образом развивать интуицию. Интуиция, что это такое, ну, понятно, что хотелось бы, чтобы она была у всех, чтобы я наперед всегда знал, что там случится, как ее развивать, и как отделить вот эти игры ума, когда, ну, я хочу, и поэтому мне кажется, что это срабатывает моя интуиция. Ага, очень хороший вопрос, спасибо вам. Дело в том, что, если я не ошибаюсь, 95%, что да, гарвардские ученые, еще лет 10, кажется, назад, они исследовали бизнесменов, особенно высокого уровня, топ-менеджеров высокого уровня, которые очень успешны, напряжены долгого времени. Какое главное качество? Там думали, обязательность, Главное качество, это интуиция вышла. Потому что интуитивный менеджер, ну, есть просто менеджер, там, ну, начальник департамента, все, у него регламент, это еще туда, а вот выше нужна интуиция. И тогда стали они думать, как развить интуицию. И оказалось, что для того, чтобы работала интуиция, чтобы включались творческое начало, надо вывозить людей на природу, отдыхать, успокаивать ум и так далее. Потому что для того, чтобы развить интуицию, у меня есть, ну, целые тренинги, поэтому я сейчас коротко, долго, но, в принципе, вы правильно сказали, что нужно иметь спокойный ум, нужно быть непривязанным к результату. Потому что если мы сидим привязанным к результату, а как это, это, мы уже не сможем проявлять нашу природу, мы не услышим то, что нам говорит интуиция. Поэтому даже какая бы сделка миллиардная не была, нужно внутри быть, понимать, что в итоге все от Бога зависит. Вы можете максимально лучший продукт сделать, все подготовить, но почему-то может сорваться, есть свыше. И когда вы внутри это допускаете, вы становитесь игроком в жизни. Это любых переговоров касается. Тогда вы готовы принять любое развитие событий. Если вы почитаете, вот включая, я помню, летел в Индию, вот в эти горы, можно сказать, много лет назад, и я случайно лежал у газеты, я открыл в середине, и было интервью с ведущим российским брокером на бирже, который там каждый день продает на миллионы и покупает. И он за 20 лет работал, или 15 лет работы на бирже, он говорит, я видел очень многих людей, и что мешает. И его спрашивают, а какое главное качество, какой институт надо закончить, чтобы выигрывать на бирже, какой там MBA поучить, еще что-то. Он говорит, нет, два главных качества, которые людей приводят к нищете, это страх и жадность. Это тысячелетия назад мудрецы просветленные искали. Потому что жадный и завистливый человек в страхе, он все равно проиграет, понимаете? Он все равно, ну, как он, он не сможет, он не может правильно принять решение. Потому что для того, чтобы играть в этой жизни, интуитивно чувствовать, нужно внутри непривязанным быть ни к чему. И нужно стремиться отдать больше, чем ты получаешь. Отдать даже не в плане денег, отдать в плане энергии. А если деньги приходят больше, то какую-то часть пустить на пожертвование, на сужение другим. И тогда мы непривязаны. Один из следующих вопросов я хотел позже задать, ну, уж в школе заговорили. Благотворительность. Что это такое? Нужна ли она? И не является ли это покупкой некоего будущего блага? Вы мудро задаете вопрос, и это очень глубокий, на самом деле, вопрос. Потому что многие думают, вот я зарабатываю деньги на водке, на наркотиках, и я зато там храм строю, стариков кормлю, и мне ничего за это не будет. По законам кармы мы за все ответим. И можно иногда, вот я как раз учился сейчас на своем бизнес-треннике, я много примеров приводил, что человек начинает жертвовать, и вдруг все деньги уходят, знаете, забирается еще и другое, оставшись. Потому что, например, в восточной психологии говорится, что пожертвования не бывают в трех гуннах. Страсти, невежества и благости. И если пожертвование в страсти или невежестве, то человек разрушается, и это пожертвование не приносит ему блага. Например, вы идете по улице, вы нищему даете, а он наркотики купил. Или он отдает тем, кто похищает его, людей. Потому что 95-99% нищих на улице – это мафия, которая, ну, просто даже ворует людей, детей иногда. Они сидят. Если вы спонсируете это, вы страдаете. Если в страсти вы даете ради славы, вот да, я дам деньги, ну, повесьте мою табличку. Табличку повесьте, но вы, хорошо, ничего толком не возьмете. Наоборот, эго увеличится и так далее. Но в благости это самое лучшее. Вы понимаете, что лучше распространять знания, мудрость. И надо человеку не просто там, вот он, голодный, дать еды. Самое лучшее его научить и поднять сознание. Потому что я вам могу сказать, основываясь на довольно-таки, ну, 25 лет, это, ну, можно сказать, научное наблюдение уже. Когда больше, там, больше или около 10 тысяч людей я проконсультировал, там, тысячи людей тренинги провел. Я могу сказать, что если я работаю с бедными людьми или я читал лекции там в домах престарелых, инвалидам, в тюрьмах, там один уровень развития сознания. Или я консультирую бедных людей, или люди, которые успешны и сами успешны. Не просто им там родители дали, они такие вот. Это другой, может быть, вариант. Но люди, которые действительно успешны, богатые, как правило, у них другой уровень энергетики, другие ценности. Поэтому очень важно менять наши ценности. И истинная благотворительность, это когда мы повышаем сознание других. Ну, хорошо. Вот человек продал несколько тонн водки, а потом пошел, шапку снял, в церкви постоял, колени преклонил. И все. Казалось бы, пожертвование в благости, значит, должно быть какое-то счастье. чем бы он пошел, продав водки, накупив наркотиков для своей семьи и себе. Но это, по законам кармы, законы кармы очень тонки. Потому что человек продает водку. И, например, мужчина покупает, выпивает, замерзает на морозе, и у его детей семья остается одна. В следующей жизни продавец водки столкнется с такой же ситуацией, как правило. Потому что законы кармы таковы. Я рассказывал уже случаи. У меня был в Европе один семинар, закрытый, на природе, скажем так, на источниках. И там был один очень богатый бизнесмен и прилетел. И тут интересно, у нас начало семинара и вдруг такое сообщение. Он попадает в больницу, тяжелый сердечный приступ, его еле откачали, жена там, нет на открытии. У нас открытие нашего фестиваля, как-то так неприятно, неожиданно. И через два дня его в больнице привезли. Я приезжаю, прихожу к номеру к нему, говорю, как дела, что я ему помочь. Я рассказываю, я смотрю, у него на тонком плане, у него карма хорошая, он не должен был в это сердце иметь такие проблемы. Он молодой, там 40 лет, с чем-то 45, не знаю. Молодой мужик, такой, все активный, тут сердце, врачи его, ну практически его откачали. Он умер, его откачали, привели в сердце и, ну, отгорят все. И он приехал, он пробыл у нас на нашем семинаре, тренинге, и там улетел через несколько дней. Он карму ухудшил вот за последние годы так сильно. Я говорю, послушай, а чем ты занимаешься? Он говорит, я продаю водку, я самый большой торговец водки в нашем регионе. Я так понял. Я говорю, такие долго не живут и их роды не живут. Почему я знаю, у меня дед был директор нескольких пивзаводов, я знаю, чем это заканчивается, знаете. Если вы не работаете над собой, я ему стал объяснять, ты пойми, говорю, у тебя по энергетике, по твоей карте, по твоей судьбе, ты бы и так эти деньги сделал, ну, может меньше, Россия спивается благодаря таким, как ты. Он, ну, деньги, ну, это бизнес, я не знаю. И потом, ну, мы так поговорили, но вот для меня был пример, когда человек просто заработал из-за того, что он приносит страдания другим. Понимаете, поэтому мы должны выбирать, мы должны понимать, что бизнес, он пахнет, смотря, что мы делаем. Это не так. Деньги, они пахнут. Понимаете, например, разумные люди, они не принимают деньги от продажи водки. К примеру, я лично, ну, у меня есть боготворительные проекты, я не принимаю деньги от продажи, ну, трупов, ну, кто человек мясо продает, водку и так далее. То есть, я просто не принимаю, я знаю, это грязные деньги, не детей жертвовать, что я буду, ну, с них касаться вообще. Потому что эта энергия, она касается. Иногда я участвовал в проектах, чтобы этим людям помочь. Просто у меня было два проекта, я там, ну, знал, что человек где-то магазин владеет какой-то, он там продает, ну, ладно. Вы когда сейчас рассказывали, немножечко затронули тему предыдущих поколений, тему рода. А есть какое-то влияние родителей, там, или родителей наших родителей на то, как мы бизнес ведем? Конечно. Это... Ну, наши родители, они росли в Советском Союзе. У них слова бизнес-то не было. Мы, мы и сами его только выучили, буквально несколько лет назад. Поэтому нам так было тяжело в 90-х и 2000-х. Но сейчас все больше людей, есть все больше российских бизнесменов, все больше, ну, так это очень высокого уровня становится, гармоничные такие, очень много в России растет. Ну, не очень много, но есть, по крайней мере, хорошие бизнес-тренера на довольно высоком уровне. Мы меняемся, да, это было, ну, сейчас другая реальность, и что? Ну, извините, наши дети, они тоже будут другими, они тоже при другой реальности будут жить. Ну, не как сейчас, они многие вещи тоже будут, ну, может, не понимать. Ну, вот очень у многих людей родители не были бизнес-успешны. Тем не менее, люди приходят, там, что-то делают, добиваются каких-то успехов. Как влияет вот эта вот взаимосвязь поколений? Нет, понимаете, даже по законам генетики, я общался, у меня есть друзья, профессора генетики, ну, вот специалистам по роду, на нас же влияют даже не столько наши родители, сколько деды, прадеды и так далее. Есть очень много вещей. Плюс на нас влияет наша судьба, особенно в наше время, наш психотип и так далее. Есть очень много составляющих. Потом наше общение, воспитание в этой жизни. Я понял. Все непросто. Все непросто. Хорошо. Тогда, если наши родители не могут передать нам какие-то знания, ну, в этих вопросах, как правило. Мы знаем, мы очень часто беседуем на эти темы здесь, на нашем канале, о том, что духовно человек может развиваться только при условии того, что у него есть духовный учитель. Самостоятельно развиваться достаточно сложно в бизнесе. Кто может выступать вот этим учителем? Кого можно признавать бизнес-учителем? Есть какие-то признаки? Есть очень хороший пример, который, мне кажется, довольно полно отвечает на ваш вопрос. Есть книга «Бедный папа, богатый папа» от Каусаки. Есть такая, да. И там, если вы знаете смысл этой истории, что автор этой книги, у него папа был чиновником, он ему учил одним таким постулатом, который на самом деле приводили к бедности. У него был какой-то сосед, который был просто успешным безусменным, и он его научил. Поэтому не всегда наши родители влияют, на нас влияют наши учителя. И как в духовной жизни, на самом деле, Ади-гуру, изначальный гуру в духовной жизни, это не обязательно, кто сидит в Гималаях, к нему надо ездить за наставлениями. Мы учимся каждую секунду здесь духовным вещам. Каждый человек, мы друг другу учитель, мы выходим, вот там прохожий нам учитель, еще кто-то. Каждую секунду нас вселенная учит через какого-то учителя. Ну да, идеально иметь какую-то школу духовного наставника и так далее. Так же и в бизнесе. Сейчас мы живем в такое время, когда бизнес-знание открыто. Я вот, например, просто открыл на русском, потому что я как-то на английском слушаю, да, а тут на русском. Очень много бизнес-тренингов, тренеров в свободном доступе. Вы, ну, пожалуйста, читайте книги за доступную цену, ну, того же Каусаки, того же там... Есть понятие лжегуру. Как их отличить? Нет, ну, есть уже проверено, например, тот же Каусаки. Ну, в бизнес-тренинге там это, ну, довольно легко проверить, скажем, в личностном росте за 10-20 лет, кто уже 30 лет сделал свое имя, это, как правило, можно посмотреть на их жизнь, какие их принципы они исповедуют и так далее. То есть, ну, и опять же, законы личностного роста, они, ну, все равно, их можно как-то понять, там, как вести бизнес и так далее. Единственная западная бизнес-психология, на мой взгляд, очень отстает сейчас, вот, опять же, того же Тони Робинсона. Вроде хорошие и правильные вещи, ценности, ну, какие ценности? Там очень много сексуальных он моментов стал вводить, ну, таких разврат какой-то уже. Это людей пускает, на мой взгляд, и это не лучший вариант. Какие-то, ну, совсем уж пошлые и грязные вещи пускает. Вот. Но есть тренера, вот я, например, одного российского слышал недавно, к сожалению, забыл, просто включил на ютубе, очень вежливый, очень культурный, кандидат экономических наук, так говорит грамотно, правильно, почему нельзя? Можно учиться, слушать. И, опять же, если вы искренне, то вам, ну, был бы ученик готов, а гуру всегда найдется. Понятно. Как вы считаете, женщинам можно вести бизнес? О-о-о. А что им иногда еще остается? Потому что мы сейчас живем во время войны, только война информационная, война на разрушение психики людей, разрушение духовной сущности людей, разрушение семейных ценностей. Если вы посмотрите, кроме ваших, на любое средство массовой информации, газеты почитать, все пропитано развратом, растлением детей, разрушением семейных ценностей. И поэтому сейчас многие женщины, они вынуждены, ну, быть одни, у них матери-одиночки, они вынуждены вести бизнес. И порой, кстати, может быть чем-то успешнее, чем мужчины. То есть противоречий нет? Понимаете, есть противоречия, а есть жизнь, есть как бы законы. Вот, например, после войны мы говорим, что женщине идеально иметь хорошего мужа и иметь детей. Ну, вот война прошла, и в деревню не вернулся ни один мужик или вернулся один коллега. Это реальность, надо жить в этой реальности. Потому что нет таких четких законов на все, ну, прям буквально, знаете, случаи жизни. Ну, нужно учитывать время, место, обстоятельства. В этой реальности, например, женщина одна, она хочет выйти замуж, она пытается. Но из-за того, что она в прошлом совершала какие-то ошибки, ей сейчас 30, никого нет. Ей надо как-то зарабатывать, реализовывать творческое начало. Женщинам очень важно найти то, где им нравится. Женщинам вообще нельзя работать и делать то, что, особенно бизнес, если что им не нравится. У мужчин психика природой создана посильнее, что иногда надо там вагон разгрузить еще, ну, чтобы детей накормить. У женщин не так. У их психика, вот если работать вовне, то ее очень важно найти хороший коллектив и там, где она себя реализует, хорошо. И где, ну, свое творческое начало. Хорошо. Уж коли мы о дамах заговорили, очень часто вы в книгах своих пишете о том, что весь мир, наполнен любовью и надо любовь направить в эту сторону. Любовь и бизнес, эти понятия как-то сочетаются. Напрямую. Серьезно. Если у вас нет любви, вы не будете успешны в бизнесе. Ну, я так, недолюбливаю слегка. Вы можете с этим сомневаться, но обратите внимание, 15 минут назад я вам привел научный факт, который говорит о том, что люди, которые любят то дело, чем они занимаются, они в 5 раз быстрее, более успешны, чем те, кто не любят свое дело. Очень важно любить. И более того, человек, который не может безусловно любить, это, как правило, жадный, эгоистичный, завистливый человек. И, как правило, такие люди бедны. Чем больше у вас внутри безусловной любви, тем легче вам двигать большими проектами, потому что у вас меньше привязанности и зависимости к этому миру. может быть, стратегически вы выиграете. Есть люди, которые жадные, они предали душу, скажем так, они живут ради денег, бизнес, они забросили свою семью, бросили друзья, они делают, какое-то время им может идти деньги, но на тонком плане, а через какое-то время на грубом, они у них возьмут из семьи, из отношений, из здоровья и так далее. И вот люди, которые полны любви, они создают такие бизнес-проекты, которые, в хорошем смысле, кормят, поддерживаются ихними внуками, правнуками и так далее, которые приносят благо другим. Но для этого нужно уметь в душе, безусловно, любить. И тогда интуиция будет развита. Потому что эгоистичный завистливый человек, он не может быть интуитивный. У нас еще очень часто такой термин упоминается, как служение. Термин само по себе слово служение не очень понятно, потому что, что такое служить? Что я должен кому-то служить? Для бизнеса этот термин вообще применим ли? Что он обозначает? И должен ли я делать так, чтобы моему партнеру по сделке было лучше, чем мне? Служение — это важнейшее правило. И есть книга такая, «Кармический менеджмент». Она огромная популярность сейчас и на Западе набирает. Почему? На Западе набирает популярность то, что работает. Просто красивые вещи, они особо не берутся. Потому что люди, которые начинают следовать законам, которые там описаны, они вдруг становятся счастливыми. Это, если не ошибаюсь, буддистский такой один, он был монахом, может, сейчас занимается бизнесом. Какие-то правила дал, как быстро сделать деньги. Но одно из правил, что вы относитесь с уважением и как служение ко всем, кто попадает в ваше поле, скажем так. У вас нет, например, вы не смотрите там подчиненный, конкурент, партнер и так далее. Вы смотрите как на учителей, как на партнеров, как тем, кому вы тоже должны что-то дать. И тогда вы начинаете вкладывать своих партнеров, своих подчиненных. Вы относитесь к другим, как к части Бога. И там вот эта философия, она очень работает. И там один из принципов, если ты хочешь, чтобы у тебя, например, какой-то товар продался, а ты помоги другим. Это западное, как это, это нелепо. Ты помогаешь другим, и вдруг он приводит множество примеров. Я видел из своей жизни, из тех тысяч, кого я проконсультировал, как человек помогает другим, и вдруг ему приходит жизнь как-то, если он не привязан. Вы можете помочь какому-то человеку продать что-то в Китае, а вам, например, могут из Китая или откуда-то позвонить, и вдруг неожиданно предложить больший товар. Я, например, буквально несколько дней назад консультировал бизнесмен одного человека из Алтаес. Он очень богатый человек, у него много земли, много там завода какие-то свои. Относительно для местного региона он один из таких состоятельных людей. И он очень добрый, он отдает, он служит другим, заботится. И он говорит, у меня вдруг был какой-то, ну, были активы, я вообще не думал их продать. Ну, как-то у меня не шло, что-то тяжело. Но вдруг мне позвонил какой-то человек, они ему резко нужны. Он мне в два раза деньги больше дал, чем они вообще стоят, чем я даже не мечтал и то получить. Поэтому здесь другие законы. Если мы говорим про законы, одно из правил, вот опять же, западные бизнес-тренеры, они же все постоянно изучают успешных, там, вот эти, ну, психологи бизнеса, как, почему он стал успешным, что, как, так одно из главных правил, одно из главных составляющих людей, которые сделали быстро и успешно бизнес, это удача. Им вдруг повезло. А чтобы нам повезло, мы должны стараться другим, ну, чтобы повезло, отдавать другим, понимаете? Потому что, если мы можем нахапать, воровать, грабить какое-то время, там, быть чиновником, не думать о людях, думать, и мы думаем, это счастье, вот столько-то денег, у нас заводный унитаз, там, и так далее. Но это ведет к разрушению нас, к разрушению здоровья и в итоге к несчастной жизни, как в этой, так в следующей жизни. Удача приходит к тем, кто внутри отдающий, кто к прошлому способствовал удаче других людей. Для того, чтобы подвести некий итог нашей сегодняшней программы, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Человеку, который еще ни разу ничем не занимался, предположим, он только что закончил учебное заведение, и вот он решил, я хочу стать бизнесменом. Что надо знать? С чего надо начинать? В первую очередь нужно понять, что бизнесмен, у бизнесмена есть одно главное качество. Если вы им не обладаете, вы не должны идти в бизнесмен. Это не умение делать сделки, это не отвечать на звонки, не быстро просчитывать, ничего. Это умение выдерживать стресс. и умение принимать, это также можно сказать, что умение принимать стресс, стрессовую устойчивость, и умение быть готовым внутри потерять все. Кто такие бизнесмены? Они вкладывают деньги, они в любой момент могут разориться. И поэтому успех, он зависит опять, мы вернулись, насколько у человека, безусловно, любви. Если у вас внутри этого качества много, вы играете, вы не привязаны ни к чему в материальном мире. У вас стресса нет. Потому что вы знаете, что если биржа большая падает где-то в Токио, там в Англии, в Штатах сильно падает, то около 20 самоубийств в день происходит. То есть люди не выдерживают, он потерял миллион. Все. Какой-то миллион, для кого-то это игра. Это вообще, ну, тогда не надо туда идти. Потому что вы можете себя разрушить. Есть 4 уровня развития, ну, такого бизнес-личностного роста. Это моя система немножко. Потому что в западной там в системе она чуть другая. Первый, это плохой исполнитель. Вы ему поручите, он все загадит, извиняюсь. Другой, это хороший исполнитель. Вы ему дали инструкцию, он все выполнил четко, вы знаете, на него можно положиться, да. Четвертый, это уже ведомый лидер. Он может работать на вас, но он ведомый лидер. Вы ему говорите, завтра надо съездить на ту встречу или через неделю. Там договоритесь, подпиши все это. Вы ему ничего не объясняете. Он сам договаривается. Он заранее дарит этому человеку подарок. Узнает, как он ведет, когда он работает, он все договорится. Сам готовит договор, подписывается и делает больше, чем ему поручили. Понимаете? Но у этого человека, он почему не может работать с большими деньгами на высоком уровне? У него уровень прохождения стресса большой. Высочайший уровень, это когда человек, он не привязан к деньгам. Он встает утром, подходит к компьютеру, он говорит, все, ты разорен. У тебя был миллиард, сейчас у тебя минус миллиард. У меня есть два таких друга, которые в 2008 году были олигархами, были большими людьми, я их консультировал. Они пришли, у них банк сказал возвращать кредитину. Он говорит, как? Мы же говорили, я через год ничего не знаю, возвращать. Они забрали у них все, они из мульти, сотни миллионов долларов, они стали минус десятки миллионов долларов. Они вот так через несколько лет поднялись. Он не спился, он ничего, он был не привязан, он выплатил все свои долги. На сегодня же день он почти все свои долги выплатил, потому что его подставили, он не был виноват. И он сейчас получил новый проект, ему правительство одобрило очень большой проект на десятки миллионов долларов. Он поднялся, у него никаких связей, ничего. Поэтому качество характера это важнейшее качество. И одно из качеств, которые мы должны развивать над собой, особенно мужчина, который идёт в бизнес, это подлинная духовность, которая заключается в бескорыстном сужении, в принятии настоящего момента, умении принять любое развитие событий внутренне, внешне для этого что-то делать и опять же в том чувстве безусловной любви, которую мы обладаем. Спасибо вам большое. Всего хорошего. На этом мы нашу программу завершаем. Благодарим вас за ваши знания, за то, как вы это всё рассказываете, доносите. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Уважаемые зрители, спасибо, что смотрите наш канал. Заходите к нам, пожалуйста, на сайт баланс-тв.ру, там всегда найдёте много полезных и интересных записей. Всего доброго, до свидания. В эфире добрые новости. В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8 926 390 07 82. Или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefitshop.com